Мытищинцам, безусловно, повезло. Несмотря на то, что городской округ фактически является спутником Москвы, в нашем распоряжении большое количество водоемов и зон пляжного отдыха. Привезти выходные с пользой к нам едут жители соседних муниципалитетов и москвичи. Наплыв отдыхающих большой, поэтому если вы не хотите заниматься поиском парковочного места и ютиться на пляже, можете воспользоваться коммерческими зонами. Это не скажется на вашем кошельке, плюс здесь всегда поблизости кафе и рестораны. Немаловажный фактор – безопасность. Здесь за этим особенно следят. Кроме того, всегда готовы оказать первую медицинскую помощь. В весенний период официально водолазы чистят дно, сдаем анализы воды, песка. Без этого пляж не может быть официально открыт. В наличии два спасателя, медпункт. В том случае, если установилась дождливая погода, можно воспользоваться услугами домов отдыха и пансионатами. Одно из таких мест находится в поселке Пестово. Кроме разнообразной уличной инфраструктуры, здесь имеется комплекс зданий, внутри которых в прямом смысле слова кипит жизнь. Сейчас у нас отдыхает 160 человек. Мы предлагаем хороший отдых, чистый воздух, прекрасное питание по системе «Шведский стол», все включено. Медицинские услуги, прекрасный пляж, развлечения на воде, стадион, спортивная инфраструктура, ну и так далее. Сауны, крио-сауна, то есть лечение холодом. Здесь и в бильярд можно поиграть, и в боулинг. Даже когда за окном плюс 16, у этого бассейна вода, в котором, к слову, очищается без использования хлора, чувствуешь себя, как на заграничном курорте. Большая территория пансионата подходит для долгих прогулок. Большой плюс – учреждения находятся в санитарной зоне, соответственно, как бонус – чистый воздух и тишина. А еще вашими соседями будут цапли. Исторически в местных лесах для выращивания потомства гнездится до 150 семей этих птиц. Кстати, большинство любимых многими курортов расположено на территории подведомственной МКУ ТУ «Пироговский». Коммерсанты и представители территориального управления ведут совместную работу по улучшению инфраструктуры для отдыхающих. Вы знаете, каждое жаркое лето, либо субботу и воскресенье, когда солнце светит и жара, сюда приезжает масса и толпы людей, которые просто хотят здесь отдохнуть и окунуться в наши водохранилища. И возникают и пробки, и все это бывает. И, естественно, мы занимаемся теперь этой инфраструктурой. И в будущем, я думаю, в течение трех лет эта инфраструктура будет улучшаться и улучшаться. Перспектив развития нашей территории в данном направлении много. Возможно, через пару лет курорты городского округа Матищи прозвучат на всю страну. Анна Мусаликина, Денис Корнев, информационная программа «День». Спасибо. Спасибо. Спасибо.